Команда Степановича стала первоможцем 10-го детячего турнира по футболе Кубок Двора. Братьбу за медалей вяли больше за сотню юных футболистов. За игульными сочил наш корреспондент Илья Соболев. Все лето Кубок Двора юбилейный. У 10-й раз Могилевская детва проводит лето за футбольными баталиями. Турнир по праву носит имя своего створальника. Миколай Иванович Подшиваленко, ветеран Великой Айчиной войны и ветеран спорту, пайшов життя, а ле с поборництва его имя протягивают жить. Он серьезно относился к этому турниру. Он считал, что это необходимое. Ну и вот время показывает, что, наверное, это так. Нужно проводить этот турнир, нужно детей как-то приспосабливать к жизни. Жизнь – это труд. И чтобы добивались своей цели. 27 сустреч за три дни. Специалисты отзначили, марши за медали нагадывали гульни профессийных команд. И стали сапраудным упрыгоженем с поборництвом. Откровенно скажу, что получилось иное удовольствие, глядя на игру ребят. И еще раз убеждаюсь, что действительно Могилев и Могилевщина очень богаты талантливыми футболистами. Суть только одна. Это как сохранить, вырастить. Это все достояние такое наше. Без поражения у доголовного матчу турниру добрались команды Степановича и дейший уладальник трофея «Арыйон». Чемпион сдал позиции. Степановичи были мацней 4-1 и стали переможцами Кубка двора 2017. Мы уверенно шли по всем дистанциям, одержали победу над всеми командами. Я сам забил 4, было не очень сложно. Мы рады этой победе, надеемся, что в следующем турнире будем занимать первые места. В финале уже, наверное, просто испугались немного, поэтому так все пошло. Могли выигрывать. Моменты были. Весело провели время, познакомились со всеми разными командами. Нашли много новых друзей и все остальное. Конечно, хотелось получить Кубок, но не получилось. Организаторы сподзяются, а не в забаве турнир выйдет за рамки города. На Кубок двора плануют запросить команды з райцентров в области и городов по братимам Могилёва. Илья Соболев, Александр Тарасов. Новины региона.